Приветствую вас! Давайте я немножечко поясню, как мне представляется ваш вопрос. Сначала вы пишете о том, что развелись со своим мужем и расход, в общем-то, подали самостоятельно, то есть это была ваша инициатива. Но при этом вы пишете о том, что вы, значит, сожалеете об этом, сожалеете о том, что подали на развод, потому что мужа своего вы безумно любите. И тот человек, с которым вы сейчас живете, и вот здесь первый момент. Как у вас происходил переход от одних отношений к отношениям другим, то есть закончили ли вы отношения с мужем, да? Например, почему вы, ну, почему вы, любя мужа, по важным словам, вступили в отношения с другим мужчиной, причем которого вы не любите. Вот. Ну, здесь понятно. Здесь вы могли действительно ошибиться, вы могли действительно, как я поначалу подумал, вы могли просто-напросто повестись на что-то новое. В принципе, в принципе, в принципе, в этом, ну, нет ничего ненормального. Такое бывает, в принципе. Но далее вы пишете о том, что вы любите, значит, своего мужа, и ушли вы от него потому, что у вас с ним были проблемы. И, как оказалось, как оказалось, проблемы-то достаточно серьезные. Например, ваш муж совершенно вас не защищал перед своей мамой, которая постоянно предъявляла вам претензии. Например, ваш муж ни разу, ну, то есть ничего не взял для того, чтобы вас вернуть, когда вы ушли. И вы, собственно, как выясняется теперь, подали на развод только для того, чтобы расшевелить своего мужа. То есть, по сути, вы его хотели, ну, по сути, вы его сантажировали. И вот этот момент, момент того, что у вас были с ним определенные проблемы, и эти проблемы начались еще задолго до того, как вы развелись с ним. Вот этот момент, а также причина, по которой вы изначально начали с мужем ссориться и так далее, они, эти причины, вот это нужно очень четко понимать, что они, эти причины, остались. И если вы сейчас хотите к мужу своему вернуться, но при этом, как вы говорите, что ему на вас все равно, то возникает вопрос, на мой взгляд, совершенно, совершенно логичный здесь. А зачем вы хотите вернуться к тому, кто вами не бросит, кто вас не ценит, и кто вас даже не защищал, когда были какие-то вот проблемы? Вы думаете, что эти проблемы сами с собой уйдут? Вы думаете, что эти проблемы сами с собой исчезнут? Или как? Как вы для себя этот момент разрешаете? Я думаю, что очень важно, чтобы вы постарались сами себе на этот вопрос ответить. Потому что вы говорите, я его люблю и так далее. Но, что мне делать сейчас, я не знаю. И первое, что я вам хочу сказать в этой вашей ситуации, что, ну, соглашусь с коллегами, которые говорят вам, что любви как таковой нет. И скажу, что, значит, первое, что вам, вот, желательно понять, это то, что, как таковых отношений с мужем у вас уже не было очень давно. Они закончились у вас. У вас осталась к нему определенная, может быть, привязанность, может быть, зависимость. Это еще нужно будет разбираться. И остались определенные личные противоречия, личные сомнения в себе, личные. А может быть, комплексы, может быть, что-нибудь в этом роде. А вот, значит, и у вас достаточно много противоречий. То есть, противоречие первое. Это то, что вы, любя своего мужа, начали жить с другим мужчиной. Зачем, из-за чего вы начали жить с другим мужчиной, если вы любите своего мужа, и на развод подавали просто, чтобы его расшевелить. Вот, если вы уходили от своего мужа, и если вы действительно разругались, и если вы понимали, что вот так дальше жить нельзя, и хотели человека расшевелить, а он не расшевелил, значит, ему все равно. И, значит, эта ситуация не будет исправляться, и она будет двигаться дальше, она будет, как бы, проявляться таким образом снова и снова. Так чего же тогда жалеть? Знаете, ваша безумная любовь, она как-то вот довольно-таки, знаете, так говоря, собственническая. То есть, вы любите мужчину, но вы при этом и на развод подали, вместо того, чтобы постараться решить проблемы, поговорить, хотя бы обратиться к психологу, сказать, вот так и так, муж меня не защищает перед моей мамой, да, то есть перед его мамой, перед своей мамой. Вот, из-за этого мы ссоримся, вот, что нам делать, вы этого не сделали, вместо этого вы просто-напросто подняли ставки в надежде, что, в надежде, в надежде на что? Что муж испугается развода с вами, но разве поступают так любящие люди? На это, на это, об этом тоже нужно подумать. Далее, следующее противоречие, которое заключается в том, что вы хотите теперь к мужу вернуться, как я понял, и призываете по поводу того, что ему на вас все равно. Здесь тоже момент. Как я уже сказал, проблемы, которые у вас есть, они ведь просто так не уйдут. Проблемы, они остались. И они будут с вами до тех пор, пока вы их не решите вместе с мужем, пока муж не захочет их решать. Потому что, судя по тому, что вы пишете, мужчина достаточно негативно себя вел. Уверен, что и с вашей стороны есть какие-то аспекты. Уверен, что и с вашей стороны есть какие-то моменты, которые могли спровоцировать прямо или косвенно вашего мужа на такое вот поведение. Но это нужно разбирать. То есть, необходимо отграничить свою ответственность от его ответственности. И тот, который находится в рамках вашей ответственности, непосредственно стараться делать. Тот, который находится в рамках его ответственности, оставить ему. Ибо здесь вы не сделаете ничего. То есть, вот эти вот противоречия. И эти противоречия, они чем-то обусловлены. Они обусловлены либо вашим страхом одиночества. Они обусловлены либо вашей зависимостью от чего-то. Ну, например, от, допустим, зависимостью от, скажем, любви. Зависимостью от, скажем, человека рядом. То есть, вам нужно, чтобы все время кто-то был с вами рядом, чтобы он вам помогал, чтобы он для вас что-то делал. Ну, и так далее, и так далее, и так далее. Итак, вы знаете, в этой ситуации, вот как вам это все пережить, в этой ситуации, вам нужно сделать первое. Вам нужно уйти от своего мужчины, которому он живет сейчас. Вам нужно перестать быть с этим мужчиной и давать ему, ему, что, вот, куда хуже, давать ему ложную надежду. Именно этим вы сейчас и занимаетесь. Вы даете мужчине ложную надежду на то, что, может быть, у него с вами что-то получится, а при этом вы четко знаете, что чувств у вас к нему нет. Вот это то, что вам нужно прекратить. И прекратить как можно быстрее и быстрее. Станьте одной. Станьте уединенной. Да, то есть, не будьте ни с тем, ни с тем. И потом, после этого, вам необходимо будет последовательно разбираться с собой. Почему вы мужу внезапно простили, простили все его поведение, все его ошибки? Почему, если вы любите его, вы другим мужчиной? Как вы планируете к нему вернуться, допустим, он изъявит желание, чтобы вы вернулись, что вы будете делать? То есть, что вы просто вернетесь и все продолжится, как будто ничего не было. Но это же невозможно. Поэтому, вы знаете, то, что вы делаете сейчас, на данный момент, вы бесите от того объема ответственности, который лежит на вас. Вот ответственность за себя вы не считаете и не пытаетесь это делать. А вы ответственность за ваш конфликт с мужем, переложили на мужем. Может быть, это и так. Но надо понимать, что ваша ответственность есть в том же. Вы ответственность за ситуацию с мужчиной уже другим, тоже переложили на мужчину. То есть, ваши ответственности в том, что происходит, ваши каких-то действий, ваши заботы о себе и о ребенке, который у вас. Ваши ответственности за все это я не увидел. И то, что вы делаете сейчас, это жалеть себя. А жалость, это не желание, опять-таки, брать ответственность на себя за свою жизнь. И до тех пор, пока вы находитесь не в одиночестве, до тех пор, пока вы находитесь с кем-то, с мужчинами. Например, мама, она не все. Мама, она вне этой сферы. Вот до тех пор, пока вы с мужчинами, вы не сможете найти себя. Вот это то, что мне кажется, с вами произошло. Вы потеряли себя. И все тогда, вы начали терять себя, когда позволили своему мужу вот так себя вести с вами. То есть, я имею ввиду, позволили своему мужу, по сути дела, действовать таким образом, что его мама могла, там, говорить вам все, что угодно, а он просто молчал и все. Немаловажным моментом является и то, почему все были против вашего брака. Так, в этот момент тоже довольно-таки, ну, довольно-таки величивой. Как вы относились к тому, что все против брака? Как муж относился к тому, что все против брака? Были ли вы сплоченными друг с другом? Если да, то почему перестали ими быть? Сплоченность здесь – это желание, потребность защищать друг друг друга от внешних угроз. Если вы не были сплоченными, то, соответственно, тогда, что вас держало рядом с мужчиной. Ну, и, наконец, последнее, о чем мне бы хотелось вам сказать – это любовь. Вы знаете, любовь, она довольно не то, чтобы редко. Любовь не так легко увидеть сразу. Вот то, что вы называете любовью, это, по большому счету, не является таковой. И вот почему. Дело в том, что, когда любишь, хочешь, чтобы человеку было хорошо. И не важно, где он – с тобой или где-то еще. Ты просто хочешь, чтобы ему было хорошо. И если ваш муж, все-таки, позволил вам развестись с ним, значит, ему без вас, как бы там ни было, ему без вас все же лучше. И если ему без вас все же лучше, то не имеет ли смысла тогда, при условии, что вы его любите, его отпустите? Отпустите его и просто порадоваться за то, что он нашел свое счастье или просто стал более счастливым. Для любящего человека, коим вы себя позиционируете, это самое главное. Ну а если вы отпустить мужчину не можете, то тогда, простите. Дело в этом случае касается именно ваших потребностей, ваших страхов, вашей неуверенности в себе, возможно, и, возможно, комплексов. Но об этом нужно разговаривать с вами более детально. Понимаете, вот чтобы пережить, нужна поддержка. Поддержка – это не единичный случай. Потому что, что бы вы вам не сказали сейчас, какие бы слова, пусть даже самые умные, самые трепетные, самые глубинные вы не услышали, а вы их услышите, вы их воспримете, но жизнь, в которой вы живете, образ жизни, который у вас есть сейчас, будет периодически все равно возвращать вас на исходную точку. Чтобы с этой исходной точки сдвинуться, необходима работа, поддержка, равновор, проговаривание. Понимаете? Подобное отношение к мужчине не взялось на пустом месте у вас. Оно чем-то обусловлено. И вот чем оно обусловлено, почему вы себя так ведете, вот с этим и нужно собираться. Но начать вы можете уже сейчас. Начать вы можете самостоятельно. Для начала попытавшись разрешить те противоречия, о которых я вам сказал. И вот эти противоречия, а точнее ответ на эти противоречия, разрешение этих противоречий, станет первым шагом к вашей новой жизни. Свободной и лишенной всяких негативных моментов, где вы сами себе хозяйка. Напомню, что у вас есть ребенок, и хотя бы для ребенка вам нужно быть счастливой. А значит, необходимо стремиться к этому счастью. А для того, чтобы стать язвливой, нужно четко понимать, чего вы хотите, и как к этому можно и нужно прийти. И вот в этом, в том, как к этому можно и нужно прийти, мы можем вам помочь. Если вы захотите, конечно. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!